Израиль стал той лакмусовой бумажкой, которая открыла миру глаза на двойные, тройные стандарты Запада и вообще отсутствие каких-либо стандартов, кроме одного. Я делаю так, как мне хочется. Такая ситуация не может оставаться вечной и не может оставаться нормальной. Действия Израиля в Газе показали такое, чего мир никак не ожидал увидеть. Даже подконтрольные ручные организации вроде Международного уголовного суда вынуждены реагировать. Речь о том, что МУС собирается выдать ордер на арест Нетаньяху за совершение военных преступлений в Газе. Естественно, что Израиль бурно отреагировал на такое. Не менее бурно отреагировали и другие страны. К примеру, еще 21 мая стало известно, что власти США в лице Белого дома и Конгресса будут работать над надлежащим ответом на совершение неверных действий МУС в отношении Израиля. Постойте-ка, а что это за ответные действия, а? Не подскажете? Уж не собираются ли штаты вмешиваться в работу Международного правосудия для того, чтобы защитить своего сукиного сына? Это же так по-демократически? Или все-таки нарушение демократии? Как это оценивать? Или вот ставшая известной 24 мая новость, что Сенат США осуждает введение санкций против ряда сотрудников Международного уголовного суда за попытку выдать ордер на арест Биби и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Впрочем, возможно, истинный ответ кроется в другой новости, которой, как нельзя, самое место в данном обзоре. Ее комментировать только портить. По данным Association Press в США, впервые потребление травы превысило потребление алкоголя. Учитывая, как ведут себя западные политики, мы охотно в это верим. И понятно, почему они так маниакально верят в санкции, что пихают их повсюду. Но все же к Израилю. Надо признать, что ни одни наши действия не нанесли такого удара по престижу США, как откровенная и циничная попытка выгородить Израиль. При этом давить на Международный уголовный суд. Причем давить дважды. Сначала заставить его выписать ордер на арест Путина за мифические события. А потом не давать исполнить долг и арестовать Биби за реальное преступление. Вот такая картина лучше всего демонстрирует ху-ис-ху в доме. Блинкин кричит о том, что требования прокурора позорные. А убить десятки тысяч – это разве не позорно? Или это такое же другое, как закон США о вторжении в Гагу, дающий право силы освободить любого американца, если его захватят и доставят в Гагу, и вообще запрещающий США как-то функционировать с этим трибуналом. С кучей исключений и дополнений, как обычно у американцев, происходит. Но одним словом, нельзя трогать американца. Вот что это вообще такое? Мир, собственно, этим вопросом и задался. Более того, то, что Израиль так взяли, говорит о потере США влияния. А еврейское государство в Палестине держится лишь на влиянии США. По крайней мере, в том виде, в котором сейчас существуют. Здесь даже не так важно, будет ли ордер выписан сейчас или чуть позже, и будет ли он выписан вообще. В США растратили слишком много сил и влияния, защищая Тель-Авив. Это им дорого окунется. Причем окунется уже в самое ближайшее время. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео. Продолжение следует...